Сегодня, 29 августа, православные верующие празднуют день Феодоровской иконы Божьей Матери. Именно она, по старинному сказанию, спасла Кострому от ордынских завоевателей в 1262 году. Да, всем большой привет в Сусанинской площади. Сегодня 8.30, здесь на площади состоялся молебен, а я направляюсь сквозь эту стаю голубей к возрождаемому Богоявленскому собору Костромского Кремля. Сегодня на день откроют собор и будут проводить экскурсии. Думаю, всем будет интересно, на каком этапе возрождение Костромского Кремля. С 2016 года начались работы по возрождению Костромского Кремля. Перед вами Богоявленский собор с колокольней. Сегодня здесь очень много собралось народу. Все собрались послушать, посмотреть, в том числе и я. Во-первых, унижает саму царицу, во-вторых, унижает, а что ж это? Они не лизоблюда были все-таки, люди разумные, да, так же, как и царица. На самом деле, историческая правда выглядит по-другому. Это был уже третий план, который лег на стол Екатерины. Сегодня работают несколько экскурсоводов, рассказывают очень интересно. Ходим по такой стройке, разглядываем собор и колокольню. Ну и, конечно, слушаем. Там, где стоит храм, там, где стоит камень, закладной камень, да, Островского и Пятник. Ну, у меня идет вдоль реки Сулык. Он раньше слегался на этом месте, он был деревянный. И после пожара, когда этот Кремль сгорел, у нас замечаем, было принято решение, что на старом месте этот Кремль не восстанавливает. А найти высокое-высокое место и поставить новый место, не надо. Действительно, это было самое высокое место, потому что с него было везет. Летом 1934 года Кремль был варварски взорван большевиками. И, несмотря на защиту Костромичей, на их ночные дежурства, ничего не помогло. Я был архитектором представленного Кремля. При восстановлении данного Кремля учитывается практически каждая мелочь, которая была сделана паразитом. Давайте с вами внимательно на него посмотрим. Наша экскурсия идет внутрь собора. Пока что деревянные подмостки вокруг строительные леса. Бетонные стены. Голые, конечно же, без росписи. Лампочки торчат. На колокольню будет сделан лифт. Кремль начали восстанавливать на средства предпринимателя, бизнесмена и мецената Виктора Ивановича Тарышкина. Огромное ему большое спасибо от Костромичей. На полу уложена такая плитка. Очень высокие окна. Как нам сказала экскурсовод, храм не планируют расписывать. Главный зал храма. Внутри проводятся отделочные работы. Высота громаднейшая. Представляете, как здесь будет красиво. Уже сейчас красиво. Чувствуется мощь строения. По стене идет балкон. Видимо, для церковного хора. По бокам идут красивые кованые винтовые лестницы. Представляю, как здесь будут петь. Проводятся церковные службы. Укладывается мраморная плитка. Можно разглядеть строительные материалы. Я по своей традиции прикоснусь к истории, к истории возрождения. И дай Бог, храм заживет новой жизнью. И станет центром притяжения для горожан. Как в былые годы. Здесь будет стоять многоярусный алтарь. К сожалению, образцы старого алтаря не сохранились. Будет проведен новый конкурс. Все это я рассказываю со слов экскурсовода. Экскурсия выходит из храма. Надеюсь, вам было интересно. Многие подписчики просили побывать меня на этой экскурсии. Продаются книги. Возрождение Костромского Кремля. Современная сантехническая разводка. Где же будет лифт? Шахта лифта. Листница пока такая. Голый бетон. Завернем сюда. Может здесь шахта? Да нет, нет. Это что-то другое. Отсюда можно увидеть соборные дома. И матушку Волгу. Представляете, какой вид будет в колокольне. В ансамбль Костромского Кремля еще входил Успенский собор. Надеюсь, его тоже возродят. Он был перед колокольней. Нет, нет, нет. Это будет развод. Или это повседневное. Каждый час будет бить куранты и колокола играть славься. Это вот прагмент. Моя мысль-то... Каждый час. Будет праздничная мелодия. А будничная будет славься. Будничная славься, а праздничная есть праздничные звоны. Навстречу митрополиту, навстречу патриарху. Красный звон, пасхальный звон, погребальный звон. Это уже вам на мастер-классе по колокольным звонам. Приезжайте к нам еще, простите. Когда у вас еще будет веселье, приезжайте к нам каждый день. Мы будем им слышать. Как сообщил экскурсовод, сегодня в 15 часов состоится концерт колокольных звонов на звоннице колокольни. Постараюсь дождаться и снять маленькие отрывки. Если что, поставлю в конце ролика. Это будет мой пасскриптум. А я потихоньку буду удаляться с территории. Около храма много строительных материалов, которые в дальнейшем будут использовать в отделке на обыкновенной стройке. Таких материалов не увидишь. От себя хочу сказать огромное спасибо экскурсоводам. Все было очень интересно. Я всем рекомендую. Можно заказать отдельные экскурсии. Думаю, информация где-нибудь будет размещена в паутине интернета. Надеюсь, мое видео оказалось полезным. Кто не смог побывать на экскурсии, увидели, на каком этапе возрождения храмов. Как всегда, не забудьте что-нибудь поставить. Кострома с праздником! Пока! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»